Субтитры делал DimaTorzok В общем, на памятнике жертвам Голодомора кто-то крикнул, что нужно идти шествием. И все люди пошли шествием. За ними поехали полицейские. Вот один тут в погонах давал приказ, чтобы этих шествующих обогнали и сняли их лица. Кто-то крикнул, что нужно идти шествием. На самом деле этот прием очень часто используют власти для того, чтобы с какого-то места кого-то разогнать. С Акимата, с памятника. Главное, чтобы люди оттуда ушли. И вот они ушли. Вот они идут теперь шествием по проспекту Республики. Ну и, конечно, за ними едут полицейские, которые им нужно снять, как вот этот один сказал здесь в погонах, их лица, чтобы потом доказать, что эти люди, ну, все участвовали в якобы незаконной акции протеста. И возле памятника жертвам Голодомора, кроме самих активистов, обычных граждан, очень много активистов, провластных, пьяных людей. Куда, я так понимаю, пригласили власти? А кто сказал идти куда-то? Куда вы идете? Я просто не слышала вот этот... Кто-то там что-то крикнул, идите туда, и все пошли. В общем, куда кто идет, непонятно. Но вот для таких полицейских это вот прекрасно. Вот все, кто идут, они всех вот удачно их лица снимут на эти камеры, и потом будут доказывать, когда надо привлекать людей к ответственности. Да, это в Астане происходит. Эти люди идут по проспекту республики. Кто-то сказал, что нужно уходить с памятника Голодомора, и нужно куда-то идти. Мне тоже кажется, что это провокация, потому что такие акции уже были очень часто, когда люди выходили к Акимату. Появлялся некий провластный активист, который говорил о том, что, ой, давайте пойдем на Аккорду, или давайте за угол зайдем и напишем какие-то письма. Гони. Сейчас я тебе нормально? Да, сейчас есть прямой эфир. Никто не знает, а куда они все идут? Я не знаю. Никто не знает, кто куда идет. Ну, я думаю, что это такая цель была, увезти с памятника. Это что, автобус уже приготовили? Это что? Как я их верну назад? Я же не участвую, не руковожу этой. Это вообще желание людей, но непонятно. Просто, короче, у некоторых людей спросила я, а они сами не понимают, куда они идут и зачем. Акордаш. Еще раз я K Восторг! 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 Ну, как вы знаете, на проспекте Республики сейчас они дошли уже почти до Самала, и на Самале есть мост. Ну и получается, что они куда идут? Пришли в тупик. Восторг! На волну полиция! На волну полиция! На волну полиция! Как я говорила, что на акции там было много провластных активистов, которые себя уже засветили ранее, в предыдущие годы. Наверное, они использовали свои способы манипуляции. Остал-стал! Вот, требовали. Остал-стал! Видите, как прекрасно, когда ты идешь, кричишь, и все твои лица снимут. Ой, здравствуйте, как дела у вас? Я тоже рада. А вы не знаете, куда все идут, потому что я не слышала тоже. Да, сегодня просто еще мороз, получается, что в другие дни было теплее намного. А это куда вы сейчас дорогу ведете? Сейчас вообще мост будет, вообще как бы сейчас тупик, сейчас он доведет до Рамстора, а дальше мост же. Они же не пойдут через мост на левый берег. Да, да, увидимся, ага. Вот все сотрудники, которые на моих судах были здесь тоже, кстати. Все одни и те же рожи. Ну, в общем, сейчас люди дошли до Самала, потом Рамстор и там вообще мост. Рамстор и там, кто-то, 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 кто-то. Вот мент, который держал меня в аэропорту, зам начальника, кажется, Алматинского РВД. Вот эти рожи в кордоне. В общем, чем закончится это шествие, непонятно. Ну, наверное, как обычно. Вот. 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 Время. Поехали. Вот ваш любимый Малубаев. У них такие рожи, когда они меня видят, как будто я им должна что-то была еще с того раза. Если появился Малубаев, то значит задержание уже скоро. Но обычно его присутствие всегда оборачивается этим. Ну просто я не знаю, вот они сейчас неужели... Они по мосту пойдут, что-то на левый берег. Нет, навряд ли они до левого берега и менты не дадут дойти. Спасибо за рожи с нами. Спасибо. 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 Ну вот они дошли до моста. Спасибо. В общем, с памятника Голодомора по республике. Шествие дошло до моста, которое на Самале. Все действие происходит в Астане. В общем, все идут. Люди идут, полицейские. Куда идут, никто не знает. Ну да, людей много. Наверное, не знаю точное количество, но вот здесь толпа и сзади тоже. Ну да, это тоже. Эй, мороз! На маму нет, плода! В общем, никто не знает, из чего они туда пошли, кто это вообще крикнул и какая цель вообще куда идти. Привет. После какого этого мороза жители Тараса становятся жителями Астаны? У меня. Минус двадцать. Минус двадцать? Минус пятнадцать. Куда они идут? Никто не знает. Валя, он устал очень. Такое место хорошее, да? Нет. А, ну здесь, кстати, нельзя затащить. Факуумы вернуты, да? А, не знаю даже. В общем, массовое шествие в Астане. Просто так не прогуляешься так, да? Ага. Мне кажется, там же есть этот Кургальжинский отдел полиции. Наверное, туда идут сразу. Да. Чтобы... Ну просто я не знаю логика. В Серьезно, никто не знает, куда люди идут Может, в Акурдо они идут сразу, но это еще очень далеко отсюда Но для полицейских это очень хорошая возможность, получается, всех, кого они не успели заснять на памятники Здесь все идут по несколько раз, потом можно просматривать и нужных людей, на них открывать дела и привлекать Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но активисты очень долго, на протяжении нескольких лет, они ходили сюда к флагштоку и возлагали цветы А потом, через несколько лет, не знаю, даже больше, наверное, прошло, в Астане открыли памятник жертвам Голодомора Потом стали туда ходить Ну и еще бывает, что 17 декабря власти несут цветы к родине-мать, которая находится напротив МВД Сегодня 20 с чем-то градусов, ну да, сегодня мороз и холодно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Сто где-то есть, может... Ну вот смотрите, вот, не знаю, отсвечивает вот эта колонна вот. Здесь, да, и все на этом. Полицейские, наверное, боятся, что их лица потом разойдутся по интернету, про них будут писать плохие слова, их будут проклинать. Но в любом случае, их все равно все знают, так как вот на подобные митинги суды ходят одни и те же. Ну вот видите, колонна, может, я не знаю, может, по дороге кто-то уходит. Помдаossen, еду по-другому шерезное. И есть, это все на самом деле. В этом месте. Вначале. Вашим! Вашим вагон, он во время грязный вход. Вашим вагон, нашим горы, по-другому шерезное. Вашим вагон, я весьма легкая. Вы, других. Вашим вагон. Вау. Субтитры сделал DimaTorzok Полицейские по кустам В общем, кто не из Казахстана, не из Астаны Сегодня такой день, что оказывается у нас в стране наступила демократия Удалось с правого берега шествием людям дойти почти до здания Казмуной Газа Но они сейчас уже доходят до Макдональдса Какая-то улица Сарайшик или Сагнак Стояных путей Первые люди знают Да, мне кажется, что там Это первые люди Первые люди Первые люди Первые люди Первые люди Я хотела вам показать количество людей Но солнце напротив И прям Ничего не видно А это вот доблестные полицейские В кавычках Доблестные Звучит музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем колонна прошла Китайское посольство в Астане И как говорит Дулат Агадил Сейчас там еще есть некоторый Дипгородок Потопан они пойдут на Аккорду ой 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 всем интересно наверное чем это все закончится куда люди придут но здесь идти пешком до курды минут еще 20 как минимум ой 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 Продолжение следует... Это шествие происходит в Астане, столица Казахстана, кто не знал. Все, кто мы живем в Астане, мы все говорим, что мы живем в Астане. Я ни от кого, ни от своих друзей, ни от знакомых, вообще ни разу не слышала, что произносили другое название. Говорим «Астана», опишем так, как Токаев прописал в документах. Шествие направляется в Аккорду. Что-то у меня есть очень смутные вообще сомнения, что они дадут туда людям дойти. Или, может, и там уже ждут, нужно приготовиться. Просто полицейским верить нельзя. Они в любом случае какую-то полдлость это обязательно сделают. Но просто самое печальное все из этой истории, что даже если люди дойдут и там постоят, то вот эти видео, которые сняли полицейские, позже их все равно будут судить, привлекать. Ну, не знаю, просто в нашей стране ни разу не было такого, чтобы раз и демократия. В общем, рекламой не будем заниматься определенных компаний. У меня такое ощущение, что людей стало все меньше и меньше, и журналисты. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, мне кажется, что людей стало сейчас меньше. В основном остались активисты, которые часто ходят на разные акции. Потом еще хочется верить, что это просто граждане Астаны полицейские, журналисты. Да, все растянулись. Но колонна была вначале, она такая была, больше и шире. Получается, чем меньше людей станет тем полицейским проще задерживать. Продолжение следует... Ну вот вы спрашивали про количество людей, вот если видно, вот на данный момент сейчас уже такое количество людей, когда на Кабанбай Батыра повернули на Сарайшик. Ну все, они собираются людей забирать. Забирать, смотрите. Все, Малубаев закричал, спецназ работаем и все. Вот. Вот и все, вот эта вся история и закончена. Я даже не знаю, что сказать. Смотрите. Тварь. Вот мы говорили, что демократия в этой стране. Ой, позорный прокурор пришел, позорник, боже. Они по закону обязаны предупредить сначала, а потом дать людям время разойтись. Запомните эту рожью. А почему людей разгоняют? Вы же должны им дать время. Нет, вы же должны им дать время, чтобы они разошлись. Вы же им не дали время. Разъяснение давалось законно. Где? Когда их уже начали задерживать? Ранее. Ранее. Когда? Ранее. Ранее. Дома поездки. Знаете, мне только самые ужасные слова. Хотели заезжать? Ушла от меня. Можно я с вами? Ну, получается, вы закон не соблюдаете, вы обязаны были разъяснить. А я видела, что вы появились только тогда, когда уже их начали уже тащить. По закону разъяснение дает местные исполнительные органы. Им трижды давалось разъяснение ранее, но и также дано разъяснение. В соответствии с законом, если вы откроете закон, в митингах и медицинских собраниях, вы увидите, что разъяснение дается представителям местных органов. А зачем вы пришли сюда тогда? Зачем? Что вы говорили? Позор. Пойдем в прокурор, скажите, пожалуйста. Пойдем в прокурор, скажите, пожалуйста. Блин, почему у нас всегда все так? Ну все, получается, все люди, которые все шли, они всех их растащили. Ну, имеется в виду, колонна стала меньше, меньше, меньше. И все, потом раз, и бац, всех затащили туда. В общем, друзья, всем спасибо, кто смотрел прямой эфир. К сожалению, все закончилось как всегда. А, они еще вылавливают кого-то. Если у вас есть возможность, поделитесь этим прямым эфиром. Если у вас возможности есть, скачайте это видео. Обрежьте, где задерживают людей. Поделитесь этими моментами. Пусть все это видят. Пожалуйста. Алья, скорее всего, девчонок задержали. Просто, когда вот это началась суматоха, их всех утащили. Получается, по факту, люди дошли до Сырайшик-7. Они находились на памятнике жертвам Голодомора. И вот этой колонной они смогли дойти до Сырайшик-5, Сырайшик-7. Но, в любом случае, такого никогда в Казахстане еще не было. Тем более, в Астане. А вот этот репортер вот и говорил о секс-отце Затыка, Оркен Бесенов. Все вот эти менты и все вот эти рожи, которые на все суды и ходят. Все-все они. Вот еще активистов задерживают. Назорники. Режим. Продолжение следует... Вот эти физиономии, вот постоянно которые преследуют активистов, вот эти рожи. Один очки купил, деньги на очки хватило. Вообще, для чего мы содержим прокуратуру? Вообще, вот эти все... Даже, не знаю, мне только плохие слова, я могу сказать про них, про всех. Закон только для них придуман. В общем, друзья, всем спасибо. Очень грустно, очень печально, что все так, как всегда. Что вот этих ментов мы кормим. Хотя на самом деле здесь получается огромнейший штат, который просто шел за вот этими гражданами, активистами. Толпа в штатском, с важными рожами. На самом деле, а задерживали людей, люди в пятнистом, да, которым просто фас сказали, и они их потащили. А вот эти все... Для чего они нужны? Типа оперативные сотрудники, одно название. В общем, я завершаю это видео. Если можете, скопируйте себе, отрежьте, где задерживают людей. Поделитесь со своими друзьями, со своей семьей. Покажите своим друзьям, которые не живут в Казахстане, что у нас происходит, и как у нас соблюдаются права человека. Всем спасибо, кто выдержал такой долгий эфир. Всем удачи. Увидимся в следующем эфире. Пока.